Здарова, народ! С вами неизвестный обзорщик, и это игра Kerbal Space Program. И сегодня мы с вами полетим на Муну. Она как раз-таки находится у нас на экране. Будем ее покорять. Итак, дорогие друзья, мы научились летать, мы научились с горем пополам делать орбиту, и нам остается либо изучать Кербин, либо попасть на другое небесное тело. Например, Муна. Она очень похожа на нашу Луну, но она намного меньше. В принципе, как и Кербин похож на нашу Землю, но он тоже меньше. Поэтому намного меньше топлива, чем в реальности нам потребуется, чтобы попасть на нее. Ну а теперь, собственно, перейдем к постройке ракеты, которая сможет долететь до Муны. Перед постройкой мы должны понять, что требуется от нашего корабля. Будет ли он садиться на Луну, или он будет вращаться вокруг нее по орбите. Либо же вернется он назад или не вернется. Билет в один конец будет стоить нам 4470 дельта Ви. То есть нужно рассчитывать корабль с расчетом на то, что у него будет больше 4470. Дельта Ви мы можем узнать как в мегджебе, по вкладке Дельта Ви Статс. Также и по встроенному счетчику Дельта Ви в игру. Мегджеб на этом гайде я намеренно удалю, чтобы мне не говорили, что без него я летать не умею. А счетчик Дельта Ви сейчас мы будем осваивать. Итак, ребят, чтобы произвести тонкие настройки счетчика Дельта Ви, нужно нажать на кнопочку ДВ. Открывается окошко, в котором мы можем произведить настройки и проверять наши аппараты. Не совсем корректно будет оценивать нашу последнюю ступень, потому что она будет в вакууме. В принципе, мы можем посмотреть сколько у нее Дельта Ви в вакууме, просто переключив кнопочку. Собственное Дельта Ви у нас представлено в метрах в секунду. Что говорит о том, какое ускорение может придать нашей ракете данная ступень, ребят, в различных стрелах. Будь то атмосфера или вакуум. Ну а теперь откроем вкладку, которая поведает нам очень много информации о данном движке. Итак, Дельта Ви 2499. Это в вакууме, конечно же. Вот в атмосфере. Он очень неэффективен в атмосфере. Удельный импульс – это эффективность движка. Смотрите, у него удельный импульс – это в вакууме. 345С. Не знаю, секунда это или что, но тем не менее. Снимаем его и ставим, например, любой другой. Только он как-то криво поставился. Не понимаю, почему. А, потому что этот двигатель здесь тоже есть. Ну, давайте уберем его. Так, я что-то не понял немножко. Ага, надо перезапустить, чтобы у нас нормально отображалось все. 320, видите? 320, у того был 325, если я не ошибаюсь. А, 345. 345, у этого 320. То есть он реально гораздо менее эффективен. Но зато он эффективен. Вот смотрите, у этого в атмосфере 85. Слушайте, что происходит? Ну, видите, криво работает. Он как будто вообще неэффективен. И удельный импульс вообще не рассчитывается никаким образом. Давайте заново поставим. И что это такое? И теперь дельтовин не рассчитывается. Так, что-то я сделал не так, что ли? А, блин. Ну, видите, она работает криво, поэтому, скорее всего, я перейду на Мехджеп. Я хотел показать, как оно работает. Ну, вот, видите, удельный импульс 250. Это в атмосфере, если я не ошибаюсь, да. В вакууме 320. То есть он для полетов в атмосфере, скорее, рассчитан. А тот, если вы хотите в вакууме летать, ставьте смело. Я специально не буду вырезать, как я игрался с этими показателями, чтобы вы знали, что делать, когда тормозит все. То есть, если у вас все залагало, поменяйте ступеньки местами, у вас, может быть, просчитается заново. Ну, а проще всего установить Мехджеп. Хотя, для новой версии его пока нет. Но мы продолжаем изучать встроенную функцию подсчета дельта-Ви. Здесь у нас есть тяга 60 кН, TVR 1.6. Помните, я там TVR показывал в Мехджепе? Вот то же самое здесь, 1.6. Ну, а теперь нужно рассчитать массу, ребят. При старте у нас 3.8 тонн наш аппарат весит. В принципе, 3.8 это весь аппарат. Практически. Вот здесь вот нажимаете, и можете увидеть массу аппарата. А когда истратится топливо, то есть, вот так вот мы делаем, останется 1.8. Вот, видите, 1.8. Он правильно это рассчитал. То есть, можно так считать, какая масса у вас будет. Но последнее, это количество секунд на максимальной тяге работы двигателя. То есть, максимальную тягу вы включаете, и у вас будет 113 секунд. Для того, чтобы успеть все сделать. Теперь немножко поговорим про Геродин. Конечно, это выходит за рамки полета на Муну, но для того, чтобы построить нормальный аппарат, и комфортно себя с ним чувствовать, нужно знать многое. Поэтому давайте поговорим про Геродин. Вот в такой прекрасный, встраиваемый, улучшенный Геродин входит тот самый, так называемый, Геродин. Он позволяет стабилизировать корабль. То есть, если мы уберем его и уберем его отсюда, то есть, выключим. А его выключить нельзя, да? Вот мощность Геродина уменьшим. Смотрите, встроен сюда он, но он здесь слабый. Давайте как-то проверить, сейчас покажу. Наводите на командный отсек или на какую-то деталь, где вы хотите посмотреть это. Нажимайте правую клавишу, чтобы зафиксировать, и открыть дополнительную вкладочку. Смотрите, ввести нужно вот так вот. Иначе у вас будет выключаться. Он будет переключаться на другой аппарат. То есть, включили правую клавишу, зафиксировали, и вот так аккуратненько провели. И смотрим, Геродин должен быть где-то здесь. Вот он, Геродин. Момент силы тангажа 5. Ну, рыскание, кренов, все на 5. И электроэнергию, конечно же, он расходует. То есть, вы можете вообще выключить, чтобы электроэнергию не расходовать. Далее, у нас есть также ориентация управления. Вкладка, которая позволяет нам поставить дополнительный Геродин. Это у нас встраиваемый улучшенный Геродин. Это у нас простой Геродин. Если карьеру играете, у вас сначала будет открыт такой. Есть также еще большой улучшенный Геродин 30. Видите момент силы тангажа? Здесь у нас 15. Здесь у нас 5. Мы можем поставить 3 таких. Кстати, клонировать детали можно на кнопку Alt. Я это не говорил в прошлых гайдах, но сейчас скажу. Кнопку Alt зажимаете, нажимаете на любую деталь. Можете даже на целую цепочку деталей нажать, и у вас она клонируется. Ровно по иерархии. Нажимаете Alt и вот так вот клонируете. Можете сразу 3 потом клонировать. То есть, 3 таких Геродина, это один вот такой. Чтобы вы понимали, ребят. Так что, если у вас карьера, вы можете вот так вот поставить и думать, что у вас вот такой Геродин. Ну а мы вернем все как было и поставим продвинутый Геродин. Почему я его ставлю под декуплер, то есть отделитель? Чтобы он отделялся и не создавал нам лишнюю массу на нашей кабине. В принципе, он и с Геродином приземлится, но лучше не создавать излишнюю массу. Также при построении ракеты на Луну нужно не забывать об электроэнергии. Путь нас ждет долгий, поэтому электроэнергию лучше запасти заранее. Можете поставить аккумуляторные батареи таким образом. Можете поставить вот таким. Емкость у каждого аккумулятора разная. Видите, 1000 здесь, а здесь 100. То есть, здесь у нас 200 получится, а здесь сразу 1000. Ну и масса, конечно же, будет разная. Видите, 0,05, а здесь 0,5. В общем-то, выбирайте сами. Я поставлю вот так. Меня это устраивает. Также, если вас ждет очень долгий полет, и вы хотите, чтобы у вас всегда была электроэнергия, нужно поставить какие-нибудь солнечные панели. Давайте попробуем протестировать. Развернем. Можно такие поставить. Можно такие поставить. Можно поставить такие. Ну, они немножко посимпатичнее. Давайте посмотрим разницу. Электроэнергию 1,6 производят эти, а эти производят тоже 1,6. Но, если вот эти раскрылись, их уже назад свернуть нельзя. В этом отличие белых от серых. То есть, эти сворачиваются назад, а те нет. В принципе, они идентичны, кроме вот этого прискорбного факта. Также у нас есть радиоизотопный термоэлектрический генератор. Со второго раза я бы выговорил это. Инда получается с первого. Тоже можете поставить его. Он у нас сколько производит? 0,8, да, электроэнергии, а эти 1,6. Ну, два штуки ставите, и как одна солнечная панель, в принципе, он канает. Так что можете и его поставить. Хотя в карьере, если не ошибаюсь, он открывается намного позже. Но тут я уверен быть не могу. Давно не играл. В общем, вот такие панели я поставлю. Сворачиваем их предварительно, чтобы когда мы взлетали, аэродинамические силы их не поломали. Итак, ребят, еще кое-что по радиоизотопному термоэлектрическому генератору. Он у нас производит электроэнергию всегда. Вне зависимости от того, есть Солнце, нет Солнца. А солнечные панели, конечно же, зависимы от источника света. Ну и хотелось бы в первом видео по полету на Луну, она будет делиться на две части, все-таки достроить ракету, поэтому давайте продолжим. Дальше у нас идет декуплер. Как мы уже помним, для того, чтобы долететь до Луны и сделать орбиту в 14 километров вокруг Луны, нужно 4470 дельта В. Чтобы сесть, нужно 5050, то есть посадка на Луну. Ну и чтобы улететь, еще нужно, конечно же, топливо. Как минимум, я думаю, что еще 500. Ну, тут я могу ошибаться, конечно же. Так что, надо нам как минимум 6000 дельта В. Ну и 5500, лучше вот 6 на всякий случай. Поэтому продолжаем строительство нашей ракеты. Для этого берем декуплер и заходим в баки. Выбираем топливный бак. FL-T800. Ставим его. Заходим в двигатель. И берем жидкостной ракетный двигатель LV-T45. Или же вертлявый. Остается только разогнаться. Давайте посмотрим, что у нас получается. 1866. Так, как у нас вот этим пользоваться? В вакууме будет 4060. В принципе, неплохо. Уже неплохо. Давайте теперь твердотопленный ускоритель поставим и начнем, собственно, подготовку к полету. Продольный отделитель. Три штуки. Поставили. Заходим в двигатель. Твердотопленный ускоритель. Поставили. Советую, ребят, взять инструмент смещения, нажать вот здесь. Уберите кнопку C или же вот здесь. Привязку к углу. Нажмите на любую из деталей и тяните вниз. Максимально вниз. Для того, чтобы, когда вы отстреливали, у вас они не задели ваш двигатель. Можете еще чуть ниже передвинуть. Еще немножко ниже. Ну, так будет максимально безопасно. Также не забывайте про аэродинамику. Заходим в аэродинамику. Берем обтекатель. Аэродинамический носовой обтекатель. Ну и ракета практически готова. Осталось выставить ступени. Хотя можно поставить еще, конечно же, пусковые опоры. Поставим одну штуку. Снутри. Ну и ставим нормальный хвостовой киль. Можно поставить такой. Можно поставить вот такой. В принципе, и тот, и другой неплохо. Разная масса у них и небольшие разницы в характеристиках. Смотрите, ребят, меня критиковали то, что я не рассказал вам кое-что. Центр тяжести должен быть ниже. Немножко ниже у ракеты. Иначе она будет переворачиваться. То есть мы можем увидеть это здесь. Если взять общую длину ракеты, поделить ее пополам, центр тяжести немножко вниз смещен. Если так этого не будет, то ракета будет проблемная. Но также мы можем включить кнопочку «Показать центр подъемной силы» и увидеть здесь синий маркер. Если мы ставим киль, то наша ракета становится гораздо более стабильной. Из-за того, что подъемная сила у нас находится ниже центра тяжести. Точнее, центра масс. Итак, давайте посмотрим. ТВР. 2.75 у данных движков. Далее у нас будет ТВР. 2.21 на этом движке. И последний двигатель у нас вот он. 1.57. ТВР у него будет. Но, как мы помним, он рассчитывает странно, поэтому я доверять не могу. А, ну и здесь еще нужно учитывать, что это у нас в вакууме. То есть ТВР на земле будет совсем другой. 0.39. Ну, в принципе, правильно, да. 1.72 и 2.29. Ну, в общем, ребят, здесь нужно вам поиграться и сами немножко разобраться. Прям сильно в детали я не буду углубляться, потому что это очень долго будет. Перед вылетом мы проверяем ступени. Все ли правильно у нас разделяется. Разделяется. Я вот сейчас смотрю. В принципе, все последовательно. Все очень правильно. Ракета готова к полету. 3.249 ТВР у нее на земле. А если мы вакуум переключим? 5.700. В принципе, больше, чем 5.500. Будем надеяться, что этого хватит. Давайте сохраняем ракету. Можете дать ей название, сохранить ее и запускаем. Но не как я делал в пустыне, а на стартовой площадке. Кто заметил ошибку, ребят? И кто заметил, что я кое-чего не сделал? У нас не скреплены нижние баки. Они будут раскачиваться. Давайте протестируем. Видите? Они, в принципе... Не, ну они не так сильно раскачиваются, как я думал. Но так тоже нельзя. Давайте их скрепим. У нас есть два способа скрепления. Можно распорками, а можно специальная функция, которая включается в настройках. Сейчас мы ее включим. Выходим в главное меню. Заходим в настройки. Во вкладке «Общие» у нас есть расширенные регулировки деталей. Нажимаем на нее. Нажимаем «Ок» и проверяем, что у нас получается в Kerbal Space. Меня замучили зрители с тем, что они рассказывают мне, что можно вот так вот скреплять тоже детали. И у вас все будет красиво. И не будет этих ужасных стяжек некрасивых. Но, ребят, мне нравится стяжками, понимаете? Поэтому я говорю чисто от себя. Вот я сейчас показал вам другой способ. Здесь вы крепите через одну деталь. В принципе, я всегда через одну деталь креплю, и у меня все получается. Но я люблю стяжки. Вот так вот. Любовь у меня такая. Делю на три. Приделываю сюда. И все. Этого мне достаточно, чтобы лететь. Итак, дорогие друзья, мы на стартовом столе. Курама Керман у нас на месте пилота. Это уже было. Я хотел другого зрителя найти для этого дела. Но, к сожалению, у меня мало времени, поэтому имеем то, что имеем. Немножко у нас раскачивается конструкция на пусковой мачте. Если бы было три, я думаю, раскачивание было бы меньше. Но, в принципе, меня это не заботит. Здесь составляем уровень отклонения такой. Но, единственное, давайте я кое-что вам расскажу. Почему мы наклоняемся на 90 градусов? Почему мы не наклоняемся, например, в левую сторону, да? Керман вращается вправо. Если мы будем лететь влево, мы сначала будем погашать. То есть, мы сейчас находимся на поверхности. Представьте, что мы все время с определенной скоростью двигаемся вправо. Если мы будем двигаться влево, то мы сначала гасим скорость Кербина, а потом только уже делаем наш маневр орбиты. Поэтому вправо газуйте, и у вас все будет хорошо. Итак, пора запустить нашу ракету. Включаем САС, нажимаем пробел и стремительно взмываем в небо. Довольно-таки агрессивно мы это делаем, но ничего страшного. Стараемся наклонять корабль. Видите, его разворачивает жутко. Стабилизация не справляется, но мы будем пальчиками это делать, насколько это возможно. Тоже сильно не жестите, а то перевернет корабль и все. Миссион фейл. Теперь смотрите, почему мы расположили движки внизу. Когда отстыковываем, это будет наглядно. Они красиво разлетаются. Вот в чем прикол. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот уже зафейлил, но ничего страшного, все в порядке, включаем двигатель и газуем. Наклоняем на 90 градусов. Без фейлов никуда, ребят, в нашем деле, скажем так. Так, вот сюда газуем. Мы уже вылетели достаточно высоко. Смотрим на кнопки М в нашу высоту. Да, агрессивно слишком я вылетел. Давайте на 73 сделаем и будем ждать. Слишком агрессивно, нужно было намного плавней, но пойдет. Главное, что мы не потеряли много топлива. Начинаем газовать заранее, потому что корабль движется. Смотрите, 73 километра. Чтобы у нас вниз опускался этот показатель, нужно газовать в красную зону. И тогда он будет опускаться вниз. Ну, можете в горизонт газовать. Вот он, горизонт. И у вас будет апогей останавливаться на месте. Но мы его догонять начинаем, поэтому чуть-чуть в красную, ой, чуть-чуть в синюю зону газуем, чтобы он у вас оставался на месте. Мы стартовали с мыса Канаверал для того, чтобы у нас была красивая экваториальная орбита. Топливо кончилось. Отстреливаем бак. Надеюсь, что мне хватит топлива, конечно. Потому что я зафейлил. Это сократит наши показатели дельта Ви. Как только меняется апогей с перегеем местами, значит, у нас более-менее круговая орбита получилась. В данном случае тут 75, тут 72. То есть на 3 км разница, к сожалению. Но что есть, то есть. И у нас остается 1981. Блин, это намного меньше, чем 2000. Я потерял здесь как минимум 30, наверное, дельта Ви я потерял на вот этом переворачивании. Теперь нам остается построить маневр. Маневр строится кнопочкой, левой кнопкой мышки по вашей траектории. Добавить маневр. Ищите луну, например, вот так вот установить цель. Делаете. Увеличиваете ваш. Заползунок дергаете. И вот так вот. Оп. Вот так вот. Зажимаете на кружочки и передвигаете. Бам. Вот она луна, ребят. Но, к сожалению, сейчас мы лететь не будем туда, потому что пора заканчивать видео. Продолжение будет чуть-чуть позже. Всем спасибо. С вами был неизвестный обзорщик. Ну, до скорых встреч. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова